Ференца Листа Это, на самом деле, большое событие в духовной жизни нашей академии. Идея пригласить по программе обмена Erasmus известнейших во всем мире современных интерпретаторов Листа пришло в голову Музе Рубацките. По мнению и преподавателей, и студентов, впечатление ошеломляющее. Сама идея интересна тем, что и сам Ференц Лист в свое время был педагогом, преподавал. Таким образом, сегодняшние профессора — это ученики Листа спустя поколения. Особенно было интересно наблюдать, как всех объединяет общая идея. Это пропагандируемый листом духовные ценности. И как это отображается на каждом творческом человеке, который сам по себе индивидуален. Без сомнения, творческий человек — это личность. А его духовное развитие отражается в его внуках, правнуках по педагогическому линию. И как эта раада, листочка, листочка, выскаждая, что гады, что угодный, что вот этот товар, довасингум, что их склеили аннуку, про-про-про-про-проануку. Это педагогиняя линия. Пиано-Алте Юргис Корнявичус был рад Аншлагу, собравшимся музыкальным гурманом, потому что творчество Листа действительно нравится большинству меломанов своей романтичностью. Его часто слушают, принимают, оно возбуждает человеческое воображение и пробуждает чувства. Кроме того, каждый интерпретатор поражает слушателей только ему свойственными тонкими штрихами и уникальностью. Эта музыка, ее интерпретация в каком-то смысле легче, чем, возможно, классическое или барокко, потому что там все строго регламентировано, здесь все больше раскодировано, предоставлено творцу. Я хочу сказать, что, возможно, большее количество разных вариантов прочтения. Мы все знаем, как следует исполнять Моцарта. Между тем, в случае с Шуманом, Шопеном и Листом нет такого эталона, что именно это приближено к реальности или другое. Этом мы могли убедиться за эти два дня в Музыкальной Академии, во время курсов мастерства, когда преподавали три профессора из разных стран. И мы увидели, насколько разной может быть интерпретация одного и того же произведения. Музыкальная Академия, из Венгрии, из Венгрии и из Вахетии. И мы усиливали, какая может быть скринка то патное интерпретация. В интересе исключительно, в публике к залу Пиано ЛТ, как нестандартному пространству с музыкальными инструментами, в очередной раз убедился создатель и совладелец Пиано ЛТ, Jonas Жибургус. Наш зал Пиано ЛТ – это место, в котором была учреждена Литовская Ассоциация Листа. Поэтому композитор, который звучал сегодня, был тотальным листом во всех смыслах этого слова, как и в музыкальном, так и в педагогическом и человеческом качестве. Мы стараемся поддерживать музыкальный дух, особенно это касается фортепианной музыки, потому что у нас тут замечательные инструменты. Привлечь большое внимание именно к фортепианной, камерной, современной музыке, которая исполняется в этом небольшом зале – это приобретает совершенно другой смысл, когда исполнитель и слушатель находятся так вот близко друг к другу, когда исполнитель видит глаза слушателя, а он, в свою очередь, слышит дыхание музыканта. Создается такая особенная связь, которую все исполнители признают удивительной. Тогда рождается что-то другое – не холодное, далекое концертное исполнение, а рождается живое общение. Посетивший концерт листомании предприниматель Антанас Боссес порадовался возможности увидеть этот замечательный праздник, потому что исполнители такого уровня нечасто балуют слушателей своими выступлениями. В общем, мы любим очень разную музыку, но если распределить по местам, то классическая, конечно, номер один. Может быть, с возрастом мы созрели для нее. В молодости нам нравилась другая музыка. А сегодня я с удовольствием слушаю классику. Она и успокаивает, и заводит, и заставляет собраться. Ир Нурамина, и Ружведа, и Сусяков приверча. Этот концерт был прекрасен. Замечательно, что молодежь, то есть поколение молодых музыкантов, может поучиться, послушать музыку высокого качества. Субтитры создавал DimaTorzok